Hello guys, вы на канале Simple English, и мы с вами готовимся к ОГЭ по английскому языку. Если вы хотите готовиться быстрее и продуктивнее, записывайтесь ко мне на занятия. В сентябре индивидуальное занятие стоит всего лишь 500 рублей, в паре в два раза дешевле. И мы с вами выполняем задание Use of English, или как это еще называется, языковой материал. Это второе видео. Я еще снимал и другие видео на тему ОГЭ, но в сентябре это второе видео я записываю. И мы делаем задание 29.34. Прочитайте приведенный ниже текст. Это у нас текст, здесь есть контекст. Вы можете пользоваться контекстом, который вам поможет выполнять особенно задание на грамматику, где чисто нужно поменять грамматическую форму слова. И надо преобразовать слова. Вот эти вот слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк. Вот они обозначены номерами 29.34. Но это в бланках. Так, чтобы они грамматически и лексически соответствовали содержанию текста. У нас было до этого просто грамматически, здесь грамматически и лексически. То есть мы меняем часть речи. Допустим, из существительного делаем прилагательное. Окей, соответствует содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию. Окей, так мы читаем, переводим и думаем, как поменять слово так, чтобы оно подходило по смыслу. So, the Grand National is a horse race, which is held every year in Liverpool. This involves a four-mile race, during which the horses have to go over thirty fences. Нужно подставить слово compete. Compete – это глагол соревноваться, состязаться. У нас получается, что Grand National, мы это слово, выражение переводить не будем. Это название лошадиных скачек. Это лошадиные гонки, гонка, скачки. Мы будем переводить так. Которые проходят каждый год в Ливерпуле. Это нам нужно существительное, потому что this involves, включает в себя a four-mile race. То есть, скачки, гонки, гонку в четыре мили. В течение которой лошади должны перепрыгнуть через тридцать заборов. Там препятствия. То есть, нам надо это соревнование включать в себя. То есть, compete, мы слово compete, составляем слово competition, соревнование. То есть, как выполнять это задание? У вас в голове уже должно быть ассоциации, должны быть похожие слова. Итак, compete, что мы знаем? Composition мы знаем, соревнование. То есть, вот так это должно работать. То есть, никакие правила особо не надо использовать. Надо просто вспомнить похожее, с таким же корнем слова, и которое по смыслу тоже будет подходить. Главное здесь не ошибиться с правописанием. Потому что здесь нужно знать приставки, словообразование, правописание. Поэтому, чтобы безошибочно все это написать, нужно проделать именно письменные задания. Больше письменных заданий. Писать, писать и писать. Окей. Ну или печатать, печатать, печатать и печатать. Можно пробовать печать все такие длинные слова, вот с этими суффиксами различными, приставками и так далее. Чтобы наработать этот именно навык. Так, самое, the most, у нас слово fame. Fame, отсуществительная популярность, известность. Хорс, лошадь в Grand National была названа или звалась Red Rom. Красный ром. Окей. Fame. Значит, у нас сразу в голове должно какое слово возникнуть? Конечно же, famous. У нас получится самая известная. Самая известная лошадь. Все логично. Обратите внимание, если словно us заканчивается, famous, dangerous, мы писем o-u-s. Вот этот суффикс. O-u-s. Не забудьте буквы u. O-u-s. Или o. Окей. Три буквы должно быть. He was the win of the race three times during the 1970s. Окей. Он был. Win. Это глагол побеждать или победа of the race. То есть скачек. Значит, он был победителем. Логично. Он по-русски будет. Он был победителем. И по-английски winner. Победитель. Здесь обращаю внимание, что нам нужно две n написать. К слову win не только er добавилось, er, но еще и n добавилось. Winner. Почему так делается? Чтобы слог оставался закрытым. Win заканчивается на согласную. Вместо i мы говорим e. Where вместо wine. Допустим. Если бы и в конце было, мы бы сказали wine. То есть слог открытый. И буква гласная открывает слов. Но две согласные закрывают. У нас же здесь и идет. И чтобы у нас whiner не получился, нам нужно удвоить согласную. Winner. Написать две n. Double n. Окей. Вот такое правило. То есть открытый и закрытый слог. Winner of the race. Three times. Три раза. В течение 70-х годов. В течение 70-х годов. Four. The race is not only a sporting event, but a fashion social event too. Гонка или скачки – это не только спортивное соревнование, но и такое событие, общественное событие тоже. Fashion – это мода. Мы можем образовать модное. Модное социальное событие, общественное событие. Fashionable. Fashionable. Fashion – переписываем слово. Правильно. И суффикс able мы используем, который able произносится. И ударение у нас на fair остается и получается fashionable. Остальные гласные проглатываются. Если вы можете легко ошибиться в произношении этого слова и сказать fashionable, допустим. Потому что, ну, логично как бы звучит, но этот суффикс enable никогда не произносится. И произносится able. Able. То есть на него ударение не падает. Поэтому не надо говорить fashionable, а нужно также оставить ударение на fashionable. Fashionable. Или вообще проглотить и после на сразу бы enable. Fashionable. Я даже здесь заготовил. Fashionable. Fashionable. Чтобы вы еще раз обратили на это внимание и удостоверились. Fashionable social event. Для чего нужно произношение тренировать? Потому что будет и устная часть. Если вы хотите делать устную часть, вам нужно стараться выговаривать слова правильно. Men and women wear beautiful clothes and the tickets to the race are very expense. Слово expense. Это траты, расходы. И мы можем... Давай сначала переведем. Мужчины и женщины. Мужчины. Мен. Ротик не открываем. Э. Мен. Мен. Все мы мэн. Скажем мэн. Это будет один мужчина. Мэн. Э. Открывается шеи рот и растягиваем звук. Особенно в американском варианте. В британском мы просто очень легко откроем рот. Мэн. Мэн. Вы. Вэмэн. Вэмэн. Это женщина. Одна женщина. В. В. О звук. Вомэн. Краткий. О. Вомэн. Вножественное число. Вэмэн. Вэ. Вэмэн. Окей. Мужчины и женщины носят красивую одежду. Красивые одежды. Здесь в множественном числе. И билеты на скачки. Очень. И мы, конечно, слово expense можем образовать слово expensive. Дорогой. Дорогие. Very expensive. Когда мы добавляем суффикс if, мы не забываем на конце букву и. И. Продолжение. The Grand National is broadcast all over the world, and around 500 to 600 million people watch it. However, though there are lots of horse racing fans, many people think it's fair and cruel to make animals race and jump for people's entertainment. grand national is broadcast, то есть передается по всему миру, транслируется по всему миру, глагол broadcast, транслировать, он не изменяется, вторая форма и третья broadcast, 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 от слова cast, cast тоже не меняется, cast, 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 поэтому это passive, пассивный залог, если вы не знаете, может я сниму на этом видео, можете найти другие видео, passive voice, или записаться ко мне на занятия, мы разберем с вами passive voice по всему миру и где-то приблизительно around 500, от 500 до 600 миллионов человек, миллионов, миллион, миллионы, мы в единственном числе используем, 1 million, 2 million, 5 million, 6 million people, людей смотрят его, это соревнования, эти гонки, однако, хотя и существует, хотя и есть много фанатов лошадиных гонок, много людей думают, что это fair, вообще переводится справедливый, справедливо как бы и жестоко, что-то у нас не вяжется, нелогично, значит думают, что это не справедливо нам нужно, в заданиях таких часто нужно использовать приставку не, on, on и ее варианты, здесь unfair, есть вариант, допустим, этой приставки им, допустим, смертный mortal, бессмертный immortal, то есть иногда эта приставка on, она меняется, у нее есть некоторые варианты, это тоже правило, как если встретим такой вариант, мы разберем почему, unfair, не справедливо, и жестоко, заставлять, to make, может переводится как заставлять животных, участвовать в гонках и прыгать, чтобы развлекать людей, for people's entertainment, для развлечения людей, ok, на этом все, потом мы рассмотрим следующее задание, или выберем другую рубрику, у нас есть и говорение, и аудирование, и чтение, и письмо, подписывайтесь, ставьте лайки, записывайтесь на занятия, see you, bye!